Мне постоянно приходится общаться с клиентами голосом онлайн. И вот как я готовлюсь к каждым переговорам. 8 пунктов. Гуглю клиента, компанию и проект. Захожу в частный профиль клиента в соцсетях, для того чтобы узнать о каких-то вещах, о которых ему не стоило бы рассказывать, публичности. Узнаю о том, сколько денег компания зарабатывала в последние несколько лет. Узнаю детали по проекту. Хорошо быть информированным, это может пригодиться во время переговоров. Знакомлюсь с материалами, которые мне предварительно прислали. Во-первых, если бы я не ознакомился, это было бы просто неуважительно по отношению к клиенту. Во-вторых, это добавляет предметности нашему разговору. Если мне что-то прислали, я это изучаю. Но если мне прислали 50-страничный документ с техническим заданием, а это мой первый разговор с клиентом, я ему так и пишу. Я документ от вас получил, но я эти 50 страниц читать за бесплатно не буду. Готовлю список вопросов. Пока я изучаю эти материалы, пока я изучаю клиента, пока я вообще размышляю над тем, что мне нужно от этих предстоящих переговоров, я обязательно в процессе размышлений подготавливаю список вопросов. У меня память, конечно, хорошая, но я на нее не рассчитываю. Очень удобно иметь такую шпаргалочку, на которую ты опираешься во время переговоров, а в конце переговоров проверяешь, ничего ли ты не упустил. Потому что постоянно упустишь, если не записал. Пунктов обычно много. Слежу за качеством микрофона. Звук в таких переговорах, это, пожалуй, самая важная штука. Я использую обычно такую гарнитуру. Мне важно, чтобы была кнопочка физическая, отключение микрофона. Нажал на нее, и звук полностью заблокирован. Допустим, если внезапно сосед начнет сверлить. Или телефон зазвонит. Так я могу рассчитывать не на программную кнопочку в приложении, которым я пользуюсь, а на аппаратную, прямо на самой гарнитуре. Очень удобно. Готовлю резервный канал интернета. Пару раз, когда у меня отваливался интернет на довольно серьезных переговорах, мне вот этих пары раз хватило, и на третий раз я уже подготовил быстрый процесс переподключения своего компьютера на мобильный резервный канал интернета. То есть я всегда могу переключиться со своего домашнего интернета на мобильный. Подготавливаю монитор для трансляции. У меня на рабочем месте три монитора. На них обычно бардак. Все приложения в разных местах. Мессенджеры пиликают своими сообщениями и уведомлениями. И вот перед тем, как переговаривать с клиентом онлайн, я отдельный монитор расчищаю, убеждаюсь в том, что туда не могут прилететь никакие уведомления о никаких событиях, убеждаюсь в том, что там нет никакой конфиденциальной информации или защищенной NDA, и после этого спокойно начинаю разговор. Сижу в месте изолированном от шума и посторонних ушей. Да, я предпочитаю не разговаривать ни в ресторанах, ни за рулем, ни где-то еще. Во-первых, мне кажется, что это просто неуважение к собеседнику, проводить переговоры на бегу. Ну, а во-вторых, сами придумайте. Нахожусь в боевой готовности за 10 минут. О, это очень важный момент. Если у меня переговоры назначены в 15, а в 14.50 я еще не нахожусь на месте, то это уже повод предупредить клиента о том, что, возможно, задержка. Ну, если такое действительно возможно. За 5 минут до начала я отправляю клиенту сообщение о том, что я готов, можете набирать меня в любой момент. Таким образом, и у клиента есть 5 минут в запасе, и он получил дополнительные напоминания от меня. Но в целом суть этого пункта в том, чтобы заранее, так сказать, прибыть на место встречи и не опаздывать. Вот и все 8 пунктов. А на этом, пожалуй, все. В комментариях ищите кучу полезных ссылок. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Читайте бесплатную книгу нормального фрилансера. Ставьте лайки к этому видео, если оно вам понравилось. И дизлайки, если оно вам не понравилось. Спасибо за внимание. И увидимся с вами в следующий раз.